Итак, приглашаю вас на последний доклад с сегодняшнего дня. Я работаю в офисе Google в Дании. И мы сейчас перейдем к обсуждению браузера Chrome. И прежде всего, я хотел бы поговорить о новых виртуальных машинах для JavaScript. И с точки зрения времени, мы видим, что большее количество браузеров изменилось, и веб изменился за последние 10 лет. Очень много приложений, веб-сайтов, например, Gmail, Flickr, Amazon — это примеры таких сайтов. Мы видим, что большой объем скриптов на Java кода выполняется на клиенте при загрузке этих сайтов. Это сотни килобайт, может, десятки и сотни килобайт должны быть выполнены, прежде чем вы увидите первое отображение страницы сервера сайта Gmail. И новые браузеры были разработаны, и также мы видим, что браузеры не обладают достаточной скоростью для отработки этих скриптов. И часть предрасположения проекта Chrome, мы видим, что это проект открытого кода и поднимает выполнение JavaScript на новый качественный уровень. Мы всегда понимаем, что лучше иметь выбор, и для браузеров это тоже. И мы сейчас представляем новый браузер. Возможность выбора всегда хороша для пользователя, и мы можем ускорять внедрение инновационных технологий в эту область. И говоря о движках и исходных кодах этих движков, несколько их доступны без загрузки, и сейчас они доступны без загрузки из веб-серверов. И в этом году была выпущена бета-версия, и мы нашего браузера, мы также предоставляем доступ к исходному коду. И мы должны сейчас актуализовать Chrome. Простыми словами, это можно сказать, что это очень простой пользовательский интерфейс, потому что мы в основном сфокусируемся при разработке на предоставлении информации. И это первый браузер разработки Google, который представлен широкой публике. Мы можем разрабатывать приложение веб, используя OpenWebKit, который также доступен для загрузки. И мы думаем, что этот браузер довольно конкурентно способен по сравнению с другими. И что новое, что важная новость в этом браузере, что если у нас есть несколько одновременно открытых вкладок, и каждая вкладка работает в своем процессе, и невозможна такая ситуация, когда один процесс может получить доступ к данным другого процесса. И если возникает проблема в одной из вкладок, например, проблема с надстройкой, которая недостаточно хорошо спроектирована, мы видим, что в других браузерах, если одна из надстроек в одной из страниц аварийно завершается, то весь процесс браузера аварийно завершается тоже. Но мы использовали систему песочницы, и надстройка или процесс, работающий внутри процесса этого, поток, работающий в процессе внутри процесса браузера, не имеет доступа к нижележащим уровням и системным компонентам операционной системы. И вы можете работать, этот процесс может работать только внутри адресного пространства этого процессора. И также строен новый движок джаваскриптов. И для меня, как разработчика, это наиболее интересная часть хрома, функциональность новой версии браузера хрома. Отсутствуют ограничения по использованию этого браузера, в том числе в коммерческих целях хрома. Вы можете использовать исходник браузера хрома для разработки даже коммерческой версии браузера. Пожалуйста, вы можете зарабатывать деньги с использованием этого исходника. И этот проект начался два года назад, и насколько, какие проблемы вставали при разработке. Было выработано на основе три основных направления разработки. Прежде всего, это другие браузеры имеют очень медленные движки среду исполнения джаваскриптов. И если вы хотите разработать такое продвинутое веб-приложение, оно, конечно, будет широко использовать джаваскрипты. Затем, если вы будете внедрять эти движки внутрь браузера, то это может очень медленно работать. Вы будете работать с большим объемом данных вживую, живых данных. И это также не следует использовать. И последняя проблема, которая на самом деле очень актуальна, это проблема, что часто у веб-браузеров насуществляется проблема утечки памяти. И таким образом вы можете прийти к истощению памяти на вашем ноутбуке, например. И я использовал языки программирования уже 20 лет. И я хотел предложить... Я использую тот же самый молоток для забивания гвоздей, что и 20 лет назад. И так и то же самое с джаваскриптом. Уже 20 лет используется этот скрипт. Его необходимо каким-то образом ускорить. И джаваскрипт очень динамичен. Это очень динамичный язык. Можно на лету создавать свойства. И также можно генерить функции, методы на лету. И необходимо оптимизировать этот код. Поэтому идея за V8 заключалась в том, чтобы использовать новый джаваскрипт и использовать хорошо известные методы оптимизации. Но для того, чтобы это сделать, необходимо было категоризировать объекты на лету в джаваскрипт. Перед тем, как мы перешли к дизайну V8, и перейдем к этому, я хочу еще раз показать для вас, что такое джаваскрипт. Это прототипный объект языка, когда вы можете делать все на лету. То есть, вот, допустим, добавлять свойства к объектам на лету, удалять. Иногда вот объекты могут быть словарями, иногда нет. Можно даже менять прототип объекта на лету, и даже менять спецификацию языка. То есть, можно делать все на лету. Также можно удалять функции у библиотеки и перемещать их в объекты. Это тоже часть спецификации. Не думаю, что вы будете делать, но это тоже возможно. Так, сейчас, что касается джаваскрипта, то есть интересный формат доставки. Это исходный код. Если вы начинаете веб-приложение, то вот используете исходный код, и потом можете уже делать исполнение. Что касается джаваскрипта, то у вас вот может быть простой вариант. Могут быть сбор в различных вариабельных параметрах, затем непосредственно к объекту x добавлять конкретные свойства. И затем вот есть ли какие-то идеи, что может быть, когда вы будете непосредственно туда что-то впечатывать? 2 и 1, они все верны. Это невероятно. Здесь впечатывание не идентифицировано. Единица — это не объект. Поэтому, когда вы говорите, что x и y равняются 2, нет, это не объект. И у нас будет такой веб-объект, который вы приписываете к функции 1. Но x не меняется. Поэтому в следующем этапе, на следующем этапе, я буду делать то же самое. x не объект. Давайте зададим объект вокруг него. А здесь нету каких-либо свойств. Поэтому x и y остаются не идентифицированными. Интересно. И вот вы думаете, что это, наверное, единственный странный случай. Нет, я могу вам распроизвлекать в течение часа подобными вещами. Итак, что касается использования быстрого JavaScript, это дает нам возможность сделать веб-приложение все больше. И больше со временем это означает, что нужно структурировать эту программу в JavaScript. Таким образом, необходимо, чтобы у нас был хорошо сфуктурированный JavaScript, который быстро функционирует. Для этого доступ к свойствам, вызов функций и управление памятью. Это тоже очень важно. Также очистка мусора. То есть, вот это и есть ничто иное, как оптимизация. И, кстати говоря, если у вас есть вопросы по ходу моего выступления, пожалуйста, поднимайте руку, используйте микрофон, чтобы задать вопрос. Итак, вот V8. И опять-таки идея заключалась в том, чтобы не просто кого-то обойти на вираже, а заключалась в том, что можно использовать JavaScript, который быстро функционирует. И у нас вот появились идеи, как это сделать, поскольку плохо, когда есть только лишь один браузер для исполнения. И всегда у нас есть программирование к самому меньшему возможному знаменателю. И что касается веб-приложений, то в этом случае у вашего приложения будет возможность его использовать только с конкретным этим веб-браузером. Это плохо. Итак, что касается V8, здесь вот три остальных, три важных аспекта. Во-первых, это перенос скрытых глазцев на уровне пользователя, которые может делать пользователь. Второй принцип — это вот непосредственно на литу генерирование кода и исполнение его. Вот так называемый пэтчинг входа. Ну и, наконец, еще несколько слайдов. Это непосредственно управление, эффективное управление памятью. Итак, перед тем, как мы перейдем непосредственно вот к этим особенностям V8, я хотел бы упомянуть несколько слов о базовой модели объектов. Но, опять-таки, что касается объектов, для того, чтобы видеть, что происходит у нас с мобилем памяти, мы оптимизировали мы оптимизировали систему целых малых чисел V8. И таким образом, допустим, если у нас в конце 0, вот 31 бит в левой части, вот у нас, видите, величина, которая представлена здесь, она менее значительный бит 1, то вот тогда прямой адрес памяти это аллокированный объект в хиппи, в куче. Это означает, что если вы добавите 1 и 2, то вы не аллокируете новый объект, и это не будет представлять небедленные скандинности. То, как мы представляем скрипт Java, добавляем память в нижней левой части, вот видите, здесь три поля, которые называются классами, добавляем свойства названия и непосредственно полей. И мы разделяем эти свойства на две части. Во-первых, это названия, которые похожи на индексы. Вот это нижняя часть по индексному принципу, и также рядом объекты, не похожие на индексы. Опять-таки, вот у нас пять свойств x, y, 0, 1, 2. Опять-таки, что касается спецификации JavaScript, здесь нет разделения на индексы, и именные свойства, они все одинаковые. Таким образом, когда вы здесь используете объекты, допустим, если вы эти индексы преобразуете, то это делается медленно. Если вы используете какую-то матричную модификацию, это делается медленно. Здесь можно сделать все проще. Вы оптимизируете исполнение JavaScript. Вот отсюда и идея наличия скрытых классов. Используется система Self, то есть у нас есть язык программирования, который основан на прототипах, и также здесь видяются карты для прорудения разделения между объектами. Это интересная идея, которая позволяет использовать, позволяет многим объектам выглядеть одинаково. Причина, почему мы это делаем, ну вот, когда вы используете язык Java, когда используются подобные объекты, то эти переменные, эти свойства вводятся непосредственно в объекты, когда вы можете почувствовать и получить поле, используя JavaScript. Здесь эти свойства добавляются на литу, и что вам приходится сделать, они, тогда эти объекты выглядят как словари. И вот, видите, есть доступ к свойствам, поэтому мы для того, чтобы учить ситуацию, использовали скрытые классы. Посмотрим на некоторые коды, на то, как мы ввели эти скрытые классы и переносли к карт. Код очень простой. Как конструктор, здесь есть два параметра, вот, свойства X и Y приписывают конкретному объекту. Есть два стейтмента P, и для создания P и Q. Посмотрим, что происходит в 8. 8. Когда у нас происходит исполнение первого стейтмента, то вот пока еще здесь приходится выделять это в памяти на леду. После этого передний объект, допустим, точка P, и мы непосредственно называем какую-то конкретную и оцениваем какое-то конкретное свойство. Если нет, то происходит расширение на леду. Если изначально мы не правильно сделали догадку, допустим, вот, три свойства, но в любом случае пока еще нету свойств, приписанных к объекту. Сейчас это произойдет, когда мы говорим, X равняется данному показателю, то класс 0 не описывает какие-либо собственности. Давайте опишем новый класс, допустим, класс 1. Класс 1 описывает, что у всех этих инстанций есть свойства 0, вот особенно в первом поле, в то же самое время мы вставляем перенос класса, от класса 0 к классу 1, и если мы когда-либо добавляем свойства в инстанции к классу 0, тогда переходит, тогда осуществляется переход к классу 1. То же самое, вот Y равняется Y, создается новый класс, класс 2, и мы знаем, что X и Y находятся внутри, когда вот мы переходим к классу 2, если мы добавляем свойства Y к инстанцу класса 1, то переходит перенос класса, и таким образом касается последнего стейтмента, то мы видим, что уже все идет дополнительно, все просто, используется подобная структура классов, и после создания первого инстанции мы можем легко создавать и менять классы, то есть фактически это назначение одного поля, поля, как вот, например, в V8, хранение новых свойств объекте, которые имеют такую же структуру, как и предыдущие, это только лишь фактически два действия, вместо апгрейдинга словаря. Вот, что, собственно говоря, имеется в виду под открытыми классами, работа начинается над первым объектом, но потом мы видим, что многие объекты создаются совершенно так же, и это очень важно таким образом в онлайновом режиме, мы обмениваемся вот этими структурами VM, и это способствует переносу классов. Есть ли какие-то вопросы по этому графику? Нет. Хорошо. Интересно, что касается пользователей. Если вы добавите много свойств в update, то будет наказание. Мы видели, иногда происходит мониторинг, мы видим, сколько вы добавляете свойств, если больше, чем порог, то тогда действительно произойдет такое удаление. И статистика, которая у нас есть, показывает, ну, обычно добавляется несколько свойств с использованием JavaScript для того, чтобы просто улучшить скорость. Итак, это первый шаг, первый этап, это использование скрытых классов и переносов классов. Мы можем с вами обсудить, для чего это нужно, с какой целью мы будем их использовать. Ну, опять-таки, когда мы используем V8, то задача заключается в том, чтобы оптимизировать загрузку свойств. Ну, что касается использования исходного кода в JavaScript, то объекты функционируют так, когда 90% сайтов являются теми же типами сайтов. То есть, происходит апдейт тех же классов. То есть, если можно, допустим, проверить, насколько это тот же тип, что и предыдущий, то тогда это все происходит быстро. То есть, лишь 10% заходов на сайты, мы должны делать эту коррекцию более динамичной. Таким образом, подводя итог, хотя JavaScript является очень динамичным, он не такой динамичный, как кажется. безусловно, тут еще есть сомнения в языке программирования. что касается оптимизации объектов на основе классов, то вот это можно найти в языке программирования. Тут мы уже находимся на финишной прямой, поскольку можно проводить ту же самую оптимизацию, как и во многих других системах Java. Стандартный метод, используемый для этого, это инлайновый кэш, инлайновый кэш для загрузки, для хранения свойства, для вызова свойства, то есть фактически мы используем это для того, чтобы у нас был тот же самый ресивер, тот же самый получатель кода. Поскольку мы конвертируем исходный код в нитивный код, мы используем данный код для того, чтобы мы используем это, используя инлайновые, мы их используем в инлайновом кэше, и я вам покажу вот такой assembly code на следующем слайде. Конечно, мы делаем активную валидацию прототипа, когда у нас вот есть подобная конвертация. Итак, когда мы генерируем код для конкретного метода в JavaScript, этот инлайновый кэш начинает инициализироваться, пока мы еще здесь не видим, код не исполняется. Первый раз, когда он исполняется, мы собираем ответ от получателя на месте вызова, и мы считаем, что он всегда верный. Ну, в 90% случаев да, так и будет, мы это подтверждаем, но в 10% случаев он неправильный, и тогда требуется проверка, если она не удается, не учается успехом, то тогда мы используем мегаморфный инлайновый кэш для того, чтобы найти соответствующие точки для исполнения. Важный аспект заключается в том, что у нас есть стадия 2, это полиморфный кэш. Машинный код, допустим, мы нам нужен код для того, чтобы загрузить свойства X внутри кода. Таким образом, здесь у нас есть вызов для инлайнного кэш-стопа. Вот у нас здесь есть инлайнный кэш-стоп для загрузки конкретной карты. Во-первых, ресивер загружается, мы видим, что осуществляется проверка для самого низкого бита, для единства, если это ноль, то тогда у нас будет общее решение, затем у нас происходит сравнение, мы выбираем первое слово, и помните, что непосредственно адрес памяти у нас единица, если у нас ноль XFF, то мы вычитаем единицу, затем используем конкретную карту, если этого не происходит, то следующие два этапа, вот здесь тоже делаются загрузка величины X, таким образом, у нас здесь используется 0,3, а затем 8, 8 и EBEX 50 к единицей, затем у нас EX при возврате, вот таким образом мы используем инлайновый кэш стоппинг для загрузки свойств точку. Таким образом, генерируется native code на основе исходного кода, в языке Java у нас есть также свои файлы, машина может делать Java скрипт, мы можем делать все, что мы хотим, введение исходного кода, нам не нужно использовать битовый байтовый код, поскольку нам нужен интерпретатор. В основном мы возвращаемся к исходному коду, поэтому необходимо, чтобы всегда был исходный код, если бы байтовый код и генерированный код, то мы решили не использовать байтовый код, поскольку нам ничего не дает. Таким образом, в нашей системе первый раз, когда вы исполняете функцию, вы конвертируете нативный код, и таким образом используется обычный компилер NST, который генерирует простой код. У нас есть только здесь несколько оптимизаций в этой системе причина, почему мы ожидаем оптимизации, поскольку здесь должна быть жесткая интеграция между быстрым первым и системным и генерным кодом, и ускорить вот подобный нативный код гораздо легче. Таким образом, первая часть очень важна. Также, что касается архитектора архитектуры ARM, если у вас есть, допустим, мобильный телефон, то вот это тоже сможет работать в этой системе с использованием Java скрипта. Ну и, наконец, еще третий эффективный управление памятью, но у нас не должно быть консервативное удаление мусора. Мы должны, во-первых, если у нас есть большие хипы, большие, удалять их при необходимости веб-приложения, если вы только подождали в течение полсекунды при использовании браузера. Но пользователи сейчас очень нетерпеливы, поэтому в рамках Java скрипта необходимо, чтобы у нас был быстрый процесс. И у нас очень простая система сбора мусора, если есть запрос на какой-то объект, и у нас есть необходимость остановить работу какой-то части памяти, то у нас тут же происходит сбор мусора, и у нас есть коллектор мусора 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 в поколении. Таким образом касается сбора мусора, это то, чем мы занимаемся. Минут через пятый. И вот, когда мы генерируем нативный код, то у нас есть вот обязательно пространство, контролируемое коллектором мусора. Если генерируемый код больше не используется, то тогда коллектор мусора удалит его. И это новая модель, генерируемый код, можно перемещать, таким образом в этом случае обратный адрес изменится, когда используется подобный коллектор мусора. Ну, а вот здесь показано, в EV8 в V8 используется хип, хранилище или куча. Что касается вот малого поколения, здесь есть вот новое пространство, здесь находятся новые объекты, вот новые точки, они направляются сюда. И мы здесь часто собираем различные статаки, старые, здесь более сложная система, поскольку здесь мы разделили все на 5 различных сегментов, вот коды, где у нас есть объекты с выполнением кодами, здесь нет необходимости иметь пространство, поскольку у нас нет исполнения на основе данных пользователей. BIT используется только лишь для нативных кодов, и мы начинаем их использовать, если при их использовании могут быть неблагоприятные коды, которые могут попасть в браузер. объекты выживают, то они попадают в старые пространства данных, и это уже вторая часть старого поколения. Здесь есть специальный сегмент, и у нас также есть классы в специальной куче, в специальном хип, где есть пространство для... Нет, мы разделили это пространство на две отдельные части. Иногда необходимо избежать сканирования старых баз данных, но поинтеров. Таким образом, у нас здесь есть старые поколения данных с поинтерами. может быть нестойно сложная система, но мы минимизируем все при сборе мусора. Есть три типа сбора коллектора. Вот это скаминдж коллектор, и это коллектор мусора, который используется наиболее часто. В большинстве программ вы используете его в браузере, и вы видите, что здесь есть от 10 до 20 операций, перед тем, как используется Maxi Sweep, паузы очень короткие, от 1 до 2 миллисекунды. Скаминдж коллектор имеет очень хорошее свойство, время для сбора мусора пропорционально количеству жизненных данных в этом пространстве. Так как и большинство объектов в этих системах, многие объекты, как мы говорим, умирают в молодом возрасте. Когда вы используете скаминдж коллектор в отношении на молодом коллекторе, естественно, так много приходится делать. Говоря о короткоживущих молодых объектах, существует несколько вариантов таких объектов. Это Mark Sweep, сборщик мусора для полных коллектор, для всей кучи, и время, которое требуется для сбора мусора при этой коллекции. Зависит от размера кучи. Это медленно работающий сборщик. Если от 50 до 100 мегабайт необходимо перелопать, и то следует требуется 30 до 50 миллисекунд, и в больших случаях данных еще более длительное время. Если мы работаем с встроенной системой, встроенной платформой, то сборщик мусора может требовать от 50 до 150 миллисекунд, что, конечно, не очень хорошо, но это довольно приемлемо. Это еще не пол секунды. Мы сейчас в настоящее время пытаемся уменьшить в два раза это время на сбор мусора. Также один из ключевых моментов при разработке был говоря о спецификациях JavaScript, мы увидим, что существует большое количество библиотек, например, которые используют специальные подпрограммы для работы с прототипами, например, с строковыми и массивами. Это очень похоже, так это делается на C++. И мы видим, что преимущество большое, большое количество преимуществ в этом случае. Мы можем разработать движок, который использует одну библиотеку. библиотеку. можем таким образом более чисто содержать библиотеку, библиотека будет работать быстрее. И последний момент, мы можем использовать ленивую загрузку библиотек, и мы можем делать это для различных типов библиотек, например, для библиотеки работы с датами, с регулярными выражениями и с другими. Мы можем использовать, если требуется для дебаггинга, для отладчика, тогда мы можем загружать эти библиотеки по запросу. И вот мы видим, что библиотека сама была написана на JavaScript. Мы видим несколько примеров, как JavaScript библиотека ванила и другие. Мы видим, что единственным недостатком будет, что когда вы начинаешь загружать виртуальную машину, необходимо передать ей вот эти библиотеки, их функции, и начальное время загрузки составляет 30 миллисекунд, потому что в это время невозможно ни какие-то производить операции. Поэтому мы делаем снимок этих библиотек, и виртуальная машина может загружать свои функции, и загружать эти библиотеки. Затем она производит сериализацию объектов, строковые параметры, или файлы, и затем, когда вы стартуете новый экземпляр виртуальной машины, то вы таким образом ускоряете загрузку. Вы можете работать с снимками, с имиджами, снапшотами, и таким образом нам удалось снизить время загрузки с 30 до 4-8 секунд, миллисекунд. Это очень важное добавление, очень важное дополнение. веб-приложение. сейчас мы говорим о приложении, веб-приложении. Представьте, что вам необходимо загрузить мегабайты данной библиотеки в память. Сначала можно загрузить имидж, изображение, снимок этой системы, библиотеки, и таким образом ускорить ее загрузку. Хотел бы спросить, эти снэпшоты имеют только встроенные функции или также пользовательские функции, например, функции из внешних источников. В текущей версии Chrome мы только включаем стандартные библиотеки, которые находятся описаны в спецификации. Почему мы не можем включать пользовательский код? Мы в будущем, может быть, будем это включать, но сейчас мы используем только системные функции, и нам необходимо обеспечить то, что инициализация всех этих объектов в браузере происходит корректно и правильно корректно снимок системы. снэпшоты совместимы между различными платформами, например, ARM и x86 платформы. Частично, потому что они не включают в себя нативный код. А что включают? Если включают нативный код, то что включает нативный код, а что включает тогда? Если вы хотите эти снимки сделать кроссплатформенными, тогда необходимо, чтобы у нас есть исходник, необходимо тогда компилировать на лету, то есть надо иметь исходник внутри этого снэпшота, снэпшоты, как правило, привязаны к конкретной архитектуре, но вы, конечно, можете сделать кроссплатформенными, вне зависимости от платформы, просто другой подход надо делать, поэтому так же может работать. Вы можете загрузить весь код с сайта code google.com P slash V8 и загрузить его внутри браузера, и если вы хотите внедрить скриптовый язык в ваш проект или разработать свой лучший программный интерфейс, то вы можете сами перевести вашу программу на JavaScript и посмотреть, получите ли вы выигрыш в производительности. и есть уже такая реализация для скрипта Ruby или скрипта Python. И таким образом это вот такой универсальный язык JavaScript теперь становится. и довольно приятно интересно смотреть этот код изучать такой код. И мы хотели также разработать объектно ориентированный язык, который имеет информацию о типах. мы видим, что разработано несколько синтем бенчмаркинга. И мы видим, они приведены на слайде, и сейчас порядка 11 тысяч строк кода, которые можно использовать для измерения скорости работы скрипта. И мы знаем, что это может быть не самая лучшая система бенчмаркинга, но эту систему можно использовать для оценки скорости доступа к свойствам, тестирование скорости работы функций и управления числовым... Мне что, интернет эксплорер или файерфокс? Что мы будем использовать? Firefox. Это версия 3.01, самая последняя версия. у меня нет билда Nightly, потому что он более быстрый, но у меня его пока нет. Итак, мы видим в правой части экрана, что каждая система бенчмаркинга выдает свою оценку в баллах, и комбинированный балл, средний балл, это 225, это как, например, так же, как мы измеряем скорость работы виртуальной машине на платформе x86. И сейчас мы запускаем Chrome. должен работать быстрее. Да, он значительно быстрее. это не единственная, конечно, система бенчмаркинга, существующая в мире, но мы видим, что хорошо факторированный код действительно выполняется гораздо быстрее. Так, сейчас в нашей группе мы говорим о новой инфраструктуре компиляции и, конечно, если лучший компилятор позволит получить лучший код локальный, который будет лучше работать. И мы также разрабатываем лучший компилятор, который может работать как для JavaScript и как PCA и также позволяет ускорять загрузку приложений с использованием частичного снэпшота. И также мы интегрируем узлы DOM, модели DOM в JavaScript в кучу объектов, объект кучи JavaScript. И конечно, это необходимо тестировать эту систему. Если нам удастся это реализовать, мы получим большие преимущества. И это как это делается в C++, мы комбинируем C++ и JavaScript и это будет управляемый код внутри пространства JavaScript, исполнение среды JavaScript. Сейчас мы попробуем это реализовать. И это последний слайд, и после этого вы можете быть свободны, как говорится. Мы думаем, что мы полагаем, что версия V8 была разработана с целью ускорения и облегчения масштабирования. Это проект открытого кода. Мы можем, что надеемся, что сторонние разработчики также внесут свой вклад в разработку. Этот движок не обязательно встраивать в браузер, его можно встраивать в ваши компоненты. Он может быть также конкурентоспособен не только с точки зрения скорости, и также скорость является важным фактором, которого необходимо помнить. Спасибо за внимание. Спасибо.